Дорогие друзья, возвращаемся снова к вам. По-прежнему с вами Виплей ТВ, по-прежнему с вами Танчик 86 и Фунт. Вы можете видеть плашки на экране уже сразу. Я думаю в дальнейшем у нас появится свое маленькое окошко где-нибудь справа вверху, где будет видеокамера на нас, как мы вот сидим, ты в бейсболке автоботов, я в бейсболке с десептиконами. И будем вот так вот вести турниры с небольшой нашей картины. Да, 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 антиподы. Итак, ребят, пришло время немного поговорить вообще о... Танчик захотел вам объяснить. О том вообще, как хорошо и куда мы движемся, да, и какими шагами. Итак, первая и самая интересная новость. Во-первых, теперь о нашем ресурсе вы можете узнать прямо на главной странице сайта worldofwarplanes.ru. Нажал на стрелочку в сообществах. В сообществах фан ресурсы. Открываем фан ресурсы и мы видим, о чудо, worldofwarplanes, vplaytv, летай вместе с нами. И это как раз таки ссылочка, если ты на него кликнешь, она кликабельная. Да, вы попадаете как раз таки на ту страничку, которую мы показывали в начале нашего сегодняшнего турнира. Это страничка, на которой, напомним, если кто-то присоединился к нам только совсем недавно и первый раз нас смотрит, это новая страница, нового канала, вообще, как не канала, а дисциплины на vplay. Просто самолеты отделили от танков. От танков, да, то есть самолетом самолетное. Здесь, кстати, вы можете увидеть плеер, да, и если на него кликнуть, то вы, конечно же, увидите сразу же трансляцию. Сразу же вы перейдете на трансляцию. Ну, закрываете трансляции, да. Я даже нажму просто на... Вот так вот, да. И теперь, что касается обновлений, которые произошли сегодня с нашим каналом, с нашим самолетным каналом на твиче. Во-первых, наш самолетный канал теперь находится в разделе World of Warplanes и на данный момент, да, видим, что занимаем второе место, да, в World of Warplanes. После... После асов. Ну, после асов. Вот, но, тем не менее, здесь как раз таки мы находимся. Это хорошая новость номер один. Хорошая новость номер два. На твиче есть такое понятие, как семьи, да, и это семьи каналов, группы каналов. И, о чудо, мы, конечно же... Подожди, где-то это видел. Нет. Сейчас я найду, подожди. Вот. Вот, да. Если мы перейдем по семье, вот, он WePlayTV, да, мы станком... Семья нашего канала, WePlayTV, в которой есть куча... Подожди. В которой есть достаточно большое количество каналов. И это каналы, конечно же, по Dota 2, по... Contract Wars. По Contract Wars, по League of Legends, по World of Tanks, конечно же. И в данный момент мы еще находимся... Ну, и наш канал, конечно же, самолетный здесь же, да. Вот, это что касается обновлений по поводу твича, это что касается обновлений по поводу нашего анонсирования на World of Warplanes.ru, ну, и что касается наших дальнейших трансляций. И по поводу всем обновлений, которые касаются комьюнити в общем. Комьюнити в общем, да. Также не стоит забывать, друзья, что в дальнейшем на нашем канале, на том канале, на котором в данный момент проходит этот стрим, будут проходить также стримы от тех пилотов, которых вы можете сейчас наблюдать за боями, которых вы смотрите и следите в наших турнирах. Потому что ребята на абсолютно волонтерских условиях согласились показывать стримы на нашем самолетном канале. С чем я вас и поздравляю. Хочу уточнить для себя, я действительно этого не знаю. Скажи, пожалуйста, а каким образом будет происходить трансляция? Ну, вот, то есть, ты просто, насколько я знаю, нашел стримеров от каждого клана. Ну, не то, чтобы от каждого, но от больших сообществ. Ну, или от объединений каких-то. Да, от объединений, да. То есть, я так понял, Sky вместе с Ассами. Sky, Squad, Асы и Red это как бы те сообщества, которые поделились своими бойцами, которые готовы стримить на нашем... Тринадцатые не поделились. Тринадцатые, не то, чтобы не поделились, тринадцатые. Если у вас есть желание, да, пожалуйста, свяжитесь со мной, да, и если есть ребята, которые действительно умеют и хотят стримить, да, с удовольствием пообщаться на... Если, может, у них есть интересные идеи какие-то по поводу проведения каких-то... Вероприятий, да. Вероприятий, стримов просто ежедневных даже стримов. Нам просто надо забить, забить, ну, время канала... Создать, не за что забить, создать эфирную сетку, я так скажу. Нет, это даже сухо, я хотел по-другому сказать. Нам нужно создать интересный для вас контент, а не просто забить канал канцерогенным каким-то контентом. Ну да, который, вот, так сказать, и так каждый день все видят в рандоме. Да, это что касается... Так же, что касается ребят из Шторма, так же, что касается ребят из СПЦ, если у вас есть желание присоединить... Представлять свой клан у нас на канале. Представлять свой клан у нас на канале, да, welcome, пожалуйста. Просто мой скайп достаточно легко взять, да, каждый капитан команды его, по идее, уже знает, потому что перед началом каждого боя со всеми капитанами мы находимся в конференции. Да, если что, мне можно написать... Можно фунту написать, можно написать Бреннеру, Котофею, да, или напрямую мне. А там мы уже посмотрим, да, и создадим полноценный график трансляции для того, чтобы уделить время абсолютно каждому, чтобы у каждого было свое эфирное время на нашем канале. Даже, например, с Дальнего Востока кто-то будет просыпаться, а мы только вот здесь засыпаем. Да, ребятки, тоже подсоединяйтесь, да, вы нам нужны на данный момент тоже очень-очень-очень для ночных трансляций. Да, ночных трансляций, да. Вот, это что касается нашего самолетного канала. Ну, а что касается нашего турнира, уже 17-го еженедельного турнира на Виплей ТВ. Так вот, наконец-то сойдутся у нас так долгожданные вами, зрителями нашими, Red Hydra в поединке 1-4 против Red Fox. Вот такие вот... Открывай турнирную таблицу, да? Это, короче, мощные команды, ну, на самом деле. Red Hydra, ну, такая себе. Да, да, это ребята, которые... Новички. Новички, да. Ну, конечно же, шутим, троллим, да, Лисы, как только можно. Не, ну, Лис, наверное, понимает. Лис, наверное, понимает, да. Они мне всегда пишут, Функт, мы твои фаны. Да, мы твои фаны. А сражаться Лис будет против команды Red Fox, против Весны. Вот, Весна-Красна, тот боец, который... Тоже крутой боец. Один из самых крутейших, и самое интересное, что Fox это та команда, которая когда-то нас радовала альтернативными сетапами с японскими самолетами седьмого уровня, что было для нас... G4-1. Да, с джемами, что было для нас в дикоинку. Итак, эти ребята, добравшись до 1-4, успели обыграть. Гидра обыграла Рошер и обыграла ККЗ, Фоксы обыграли Астаксикс, за боями которых мы наблюдали в 1-16, а также Скват Пси, выход которых на турнирный путь мы видели в прошлом нашем 16-м еженитарном турнире. Тактиксов все-таки выбили уже. Тактиксов выбили, да. Как раз-таки это сделала команда Весны. Эх, вы, Весна-Весна. Реды сошлись с редами, но уже в 1-4. Здесь, кстати, рандомайзер наш ни при чем. Здесь уже вопрос о победах, так сказать. Ребята наскиловали себе, скажем так. Если бы и вы проиграли, не сошлись бы. Не сошлись бы, да. Ну, а так по скилу вот вы и в 1-4. Кстати, слово говоря, в полуфинале уже Скват Килла, которые обыграли Раш Зет Фактор. Ну, это так, о новостях вперед. Чуть-чуть так. Да, дальше нас... Ты уже нашел турнир? Я сейчас пытаюсь сориентироваться... Я тебе скажу так. Создатель комнаты Дарк Лисичка, он ее уже создал. И в 1-4 мы будем сражаться на карте Порт. Вот такие вот дела. Порт, который сейчас полностью переделали. Порт, который сейчас полностью обновили. Порт, на котором летают ракеты. Порт, на котором фунт очень радовался. Каждый раз, когда попадают туда. Я всегда действительно радуюсь. И пошли к Лису. Подожди, что это такое? Да. А, это они троллят Раулиста просто. А, Раулиста, да? Посадили ему кучи... Ил-40П. Шутят ребята, я понял. Знаешь, что это называется? Генералу дали войско. Жесть, жесть, да, да, да. Так, хорошо. Давай, на самом деле, я туда на тебя переключусь, да? Да, я сейчас захожу в Дарк Лисички. Лисичка создал... Ну, мы знаем просто... И ЧИТО, я вот так даже знаю вопрос Лис. И ЧИТО. И ЧИТО просто, напиши ЧИТО. И ЧИТО. Все, ботов убрали. Уже не смеются. Давайте комнату. Наверное, Ваня зашел. Да, да, да. Давайте комнату соберем. Иван, это реклад как раз таки. Да. Вот. Кстати... Глава эскадрильи Red World of Warplanes. Не только одной эскадрильи, он вообще всего сообщества, походу, наместник. Но назначили сверху. Но назначили сверху. У Red'ов вообще все так четко, на самом деле. Мне порой так нравится вообще, тупо армия такая. Я даже не особо задаюсь вопросом, как у них там. Я просто знаю, что круто. Не-не-не, я даже не знаю, круто, не круто. Мне валом, честно говоря. Я просто общаюсь с отдельными личностями, с каждого сообщества. И мне действительно все сообщества нравятся. В каждом есть какая-то изюминка хорошая. Да, очень крутые. Очень хочется, кстати, на самом деле познакомиться с Justo и... Ну, с Justo, с командами. С 13-ми. С 13-ми, да. И почему вот все-таки узнать, почему они все-таки выбрали это число для себя. И с Rush'ами тоже хочется познакомиться. Ну, с Rush'ами я с Pegas'ом уже так достаточно плотно. Общаюсь. И, кстати, ребята, если есть желание, да, то, кстати, и за боями Pegas'а, про то, о том, как он тащит в рандоме, и как поддерживает свои овер 70% винрейта, можете посмотреть... С Сольняком, да, Сольняком. Можете посмотреть тоже на нашем канале. Кстати, по поводу расписания наших трансляций, я так понимаю, что уже, скорее всего, после праздников у нас будет вывешено, прямо на нашем сайте еженедельно будет вывешиваться новость о расписании трансляций, с которым вы сможете ознакомиться прямо на нашей же страничке World of Warplanes на сайте vplay.tv. Вот. Ну и также это расписание будет публиковаться в наших соцсетях. Напоминаю, кстати, в ВКонтакте у нас тоже появилась группа, которая называется vplay.vovp. А у меня нет еще, надо будет добавить. Добавься, я уже добавлю. Ты знаешь, интересные новости там всплывают, например, о моем вчерашнем стриме с патроном и Че Геварой. Это уже кто-то добавил, да? Нет, это я вчера добавил, присоединился. Сам не позаботишься, никто не позаботится. Да, 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 пришлось заботиться о себе самому. Вы готовы, стримеры? Да, конечно, готовы, ребят. Мы готовы всегда. Только запускайте. Вы только запускайте, а мы готовы. Так, напоминаю, это 1-4-е 17-го еженедельного турнира по World of Warplanes на vplay.tv. Red Fox сошлись в поединке против Red Hydra, обыграв своих соперников в 1-16-е. Гидры максимально стабильны своим составом. Это Sky Shark Attack, Sky Cancer, Bad Dragon, Глебка и Dark Listic, которых мы видим каждый бой. О, блин, забыл ребятам написать. Ну, да ладно, давай все. Забыл написать в пол? Ну, да нет, подожди, я вот что забыл. Я хотел за весной посмотреть, на самом деле, в этом бою. Вот, ну, получится вот так. Итак, желтого цвета на ваших экранах будет Гидра. За Гидру буду показывать как раз-таки я. И вот это их сетап, о котором сказал фунт. Ну, а я тогда представлю вам сетап Red Fox. Итак, Mr. Ultimatum на 109-м эмиле, Raulis на 109-м эмиле, на 209-м В, конечно же, фунт, который его сейчас разобьет. Весна Красна на 110-м эмиле, на 109-м Бруно Радо и на 110-м, ой, на 109-м Энерго. Бруно Радо. Бруно Радо, да. Бруно Радо, Энерго тоже Бруно, но только 109-м. Энерго тоже Радо. Энерго тоже Радо, да. Окей, смотрим за Гидрой. Гидра набирает высоту. Хоть порт и переделали, он стал чуть-чуть больше, но только чуть-чуть больше, чем Халуф. Поэтому высота все-таки здесь может сыграть свою роль. Итак, Дракоша. Тут вот это G1, вот эти линии, ну, G1 и там G2, например, это очень далеко от массовых событий. Какой слет сейчас на большой высоте, да, у тяжелых истребителей. Там, смотрим, Глеб со Скайкенсером сразу же под фокус Радо кинули. Весна не помог, сейчас Радо. Скайкенсер закончится. Скайкенсер сейчас идет, идет, да, ушел. Да, да, ушел просто. Весна забрал Скайкенсер. Внизу теперь у нас слет. Слет легких истребителей, да. Это уже видно. Давай, на тебя переключу как раз. Вот, сейчас. Сейчас бумзумит, кого это он, Раулистов сейчас бумзумит Глеб на Бруно. Скайкшарк атак на получал от Раулиста. Дарклистичка забирает Энерго сейчас и вообще не оставил ему никаких шансов. Пролетел, снял или улетел дальше. Окей, давай я быстро переключусь на Глеба, который не отпустит весну наверх. Два тяжелых истребителя друг против друга. Раулист забрал Скайкшарк атака тем временем и сейчас согрелся на у нас, на Дарклистичку. Да, ну а Глеб тем временем забрал весну. Дарклистичка опасности. Дарклистичку прикроет сверху Глеб, поверь. Раулист один против троих уже вряд ли что-то сможет сделать. Ему только-только чуть-чуть бы пожить. 109-й Эмиль против Эмиля Бруно. Она бы день простоять до ночи продержаться, да, или как это? Да, 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 день простоять до ночи продержаться. Хотя, ты знаешь, всякое бывает на самом деле в World of Warplanes. Бляди, один в три сейчас затащат, потому что две машины все-таки... А прикинь они сейчас сталкиваются... Опа, смотри, вот именно вот, опа, столкнулся. Бывает такое, и такое мы с тобой достаточно часто видим, но не в случае с Red Hydra. У Red Hydra, по-моему... Ну да, у Red Hydra, у них не бывает рандомных попаданий. Да, есть, все, Dark Pestis'а забрал Raulist, а 1-0 в пользу Hydra. Мне такое впечатление, что они летали в каком-то сачке. Ну, типа, я не видел вообще никуда, куда мой самолет летит. Видел красные линии, ну, точнее эти как его... Трастеры, да? Не, даже не трассеры, а красные точечки, индикаторы наземки и этого, но тупо точей нифига не видно. Очень-очень плотно работают Red против Red. Очень маленькие расстояния между своими самолетами и между самолетами, между вашими самолетами и самолетами вашего противника. Вот настолько близко, да? Чем меньше расстояние, тем меньше времени отреагировать, тем меньше времени... Но чуть, тем больше урон. Но и урон, тем выше, да? С другой стороны. И фаеррейт, ну, работает более... Плотность огня, да, вот плотность огня, об этом тоже, да, стоит сказать, что плотность огня выше. Денсити, да. У них есть такая фигня, ну, типа, фаерденсити показатель. А есть фаеррейт, да. Это, ну, скорострельность. Скорострельность, да. А кучность, это уже фаерденсити. Но, на самом деле, мне понравилось, что переделали, что им можно снизу стрелять. Потому что, по факту, я смог... Ну, вот если, скажи, вот я буду иметь двухствольное ружье, там, гладкоствол... Ну, нарезное, скажем. И я выстрелю в крышу шестнадцатиэтажного дома, который возле моего дома стоит. Ну, типа, плохо это? Вер, да нет. Урон тот же будет, да. Ну, вот этот урон и выровняли. Хорошо, смотрим за Гидрой. Гидра поднимает свои тяжелые... Я ж попаду, правильно? То есть попадешь, да. И здесь точно так же. Гидра поднимает свои тяжелые истребители вверх. Скайкенсер и Глеб отлично отработали парой. Несмотря на то, что один из них на четвертом, другой из них на пятом левеле. Легкие истребители держатся немного пониже. Давай посмотрим, что же со стороны Ред Фокс и со стороны команды Лесна-Красна. Ред Фокс уже видит Дарк Лисичку, Скайшарка. Глеб со Скайкенсером сейчас агрится. Давай покажем тяжелых сейчас. Давай я на них как раз переключу, и вот видно со Скайкенсера и Глеба. Лесна-Красна со старта начал фокусить Глеба на косо Глеба. Да, 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 да. И таран, и тут все, разменялись просто тяжелыми истребителями. Очень красиво, на многое часы разлетелись. И быстро переходим к легким истребителям, потому что здесь Блодрагон. Дракоша-то очень серьезно просел, 15 хп у него осталось. Мистер Ультиматум не отпустит его вряд ли. Да, есть такой минус от Ред Фокс, еще один. И два легких истребителя уже в составе Ред Гидра остались. Вообще, моментально. Дарк-лисичка, Скайкенсер. Ой, Скайшарк-атак, сори. Дарк-лисичка забирает тем временем Раулиста. Сравняли счет 2-2 по машинам. Но при этом у Лиса хвост из Энерго. Ну и такой неприятный хвост вообще. Неприятный хвост, да. Ну тут Скайшарк-атак попытался сбить хвост. Сбивает хвост от Лиса и преследует дальше. Энерго не отстает от него. Нет, отстал все-таки. Лис прикрывает атак Скайшарка от как раз-таки Ультиматума. Ну че? Ну вот все, Ультиматум минус. Я просто, я даже не подумал, что мне надо как-то на него наводить. Там все понятно было. Фух. Изначально. 2-0. Просто... Ну, бывает. Бывает, да. Но при этом, видишь, не так гладко, как это произошло в первом бою. Ну, мало того, как бы это могло произойти вообще в первых боях. Потому что все-таки Фоксы тренируются критично много. Это первое по ним видно. Да, весна не избавляет оборотов, да. Ну и тем не менее, в одной четвертой своим Сокланом из Гидры ребята все-таки проиграли. Ну да ладно. Я думаю, что стамина у них от этого... И карма тоже не убавилась. И карма, да, не убавилась. Вот. И Фоксов мы еще обязательно таки увидим. Хорошо, ребята, с остальными четвертьфиналами, либо полуфинальными поединками вернемся к вам опять-таки через несколько минут. Да. Не переключаемся, остаемся с Виплой ТВ.